ребята привет с вами рубрика разогрел и съел ну что сегодня мой выбор пал на осетинский пирог сыром мы с наташкой ходили по ленте в ленте на то что по моему видели вот и хотели взять какую нибудь пиццу для теста ну чтобы проверять что там получше потому что мы пока делали только от доктор эдкер хотели что-нибудь взять и тут вдруг мы увидели осетинский пирог для меня это новость я никогда не думал что их делают полуфабрикатными потому что в принципе я очень часто дома беру их заказываю с доставкой но в среднем осетинский пирог стоит где-то в районе 500 600 рублей вот эта штука стоила гораздо дешевле оценю попозже в конце ролика смотрите какая упаковка интересная фирма называется мамины эти мамины и продукты или что-то типа того мамины рецепты мама всегда готовит хорошо и бабушка готовит хорошо поэтому надеюсь что они приложили все усилия чтобы сделать этот осетинский пирог хорошим небольшой спойлер по составу сразу вообще ни одной ешки вообще никаких консервантов нету то есть ну минимальное количество такое ну чем об этом попозже ну и так сказать на закусочку мы взяли вот такой вот blue dragon называется соус фирмы а blue dragon это фирма соус чили и манго давайте тоже сразу покажу немножко его поближе вот благо телекамера позволяет это делать вот тоже его посмотрим вообще я чили очень люблю соусы особенно на основе но здесь еще используется манго и мы брали сальсу наташка да с ананасом нам очень понравилось мы подумали ну почему бы не попробовать с манго тем более вот это все куплено в ленте и в окее то есть и такие штатные магазины которые по сути есть везде давайте посмотрим упаковку поближе ну что вот такая вот упаковка сделано в каком-то смысле даже наверно стильно но мне нравится написано эко-продукт не знаю что это значит он скорее всего он экологичный наверное это связано с составом мамины рецепты название офигенское вот ароматный пирог приготовленный вручную порадует вас сочетанием яркого вкуса и тонкого запеченного теста ну это мы сегодня проверим мы взяли с сыром они также есть еще с мясом и по моему еще с грибами если нам понравится пишите в комментариях может надо еще и потестить весь фирма пишет что 500 грамм то есть пол килограмма осетинского пирога по сути как в доставке но доставки немножко побольше ну что у нас здесь нарисовано как это все лучше готовить тут на я так понимаю что судя под этой золотистой рамочки это предпочтительно делать в духовке поэтому мы сделаем именно в духовке но вообще можно на сковородке вы либо в с в ч перед подачей горячий пирог смазать сливочным маслом хорошо договорились и так что дальше у нас готовый продукт к употреблению состав состав сами прочитаете я думаю это не проблема здесь ничего такого прям вообще ничего нет все как бы все в рамках законности в каком-то смысле а вот единственно не что-то не очень понятно по что здесь написано готовый пирог смазан сливочным маслом а здесь написано перед подачей горячий пирог смазать сливочным маслом я вот это что-то как-то не очень да понимаю но и плюс у нас значит дата изготовления 1 января 2016 года хранить можно по моему здесь написано до 12 месяцев но посмотрим и так дальше дальше это вот этот вот замечательный соус ну что повторюсь еще раз фирма называется blue dragon или это линейка соусов они очень много представлены в окей и ленте но они очень много где есть они есть разные то есть в этот раз мы взяли манга если понравится будем дальше их тестировать что у нас здесь чили манга по составу сразу хотелось бы вам рассказать давайте по составу немножко попозже а здесь написано что с перцем чили и манга из готовым из спелого манга ну тут прям вообще здорово если на самом деле так подходит для сэндвича бутербродов для салатов спринг роллов снеков но мы все попробуем это дело конечно же с пирогом что не знаю насколько это вкусно будет но будет интересно по составу опять же читайте сами я надеюсь состав вы сможете увидеть но вообще в состав ничего никакого регулятора ничего нет регулятор один есть кислотности но уксусная кислота уксус вы сами понимаете что это лучший консервант в каком-то смысле поэтому по составу в принципе все в норме мне очень нравится как он выглядит мы недавно делали обзор ой какой же обзор мы делали рецепт где готовили соус с киевсишными стрипсами вот он очень похож по составу что я вижу что здесь внутри есть чили перец он даже чесночок плавает ну что давайте вскроем пирог мы сегодня делать это варварским способом не будем потому что я так понимаю коробка сделана как пицца коробка здесь все аккуратно можно это сделать черт возьми хочется мне правда по-варварски всем пооткрывать это дело все но обойдемся открывается все легко сеть нравится когда таких фалафаны печатают как-то вызывает доверие что никто не залазил своим пальцем понятно у нас еще все это дело в пакетике хочу сразу предложить взвесить потому что интересно проверить насколько пол килограмма здесь 485 грамм ну можно сказать что это входит в норму но что вот так это все дело выглядит с виду могу сказать сто процентов что она уже смазано сливочным маслом мы дополнительно просто немножечко это дело все припорошим сливочным маслом когда это будет готово производитель написал что готовит при от 170 до 190 градусов возьму золотую середину поставим на 180 единственное там ничего не написано нужно ли постелить пергаментную бумагу либо фольгу я решил все-таки на фольгу положить что все это дело не прилипло поэтому ставим в духовку уже разогретую там очень важно написать примут прямо разогретую разогретую так и по времени что у нас 15-20 минут поставим на 15 минут посмотрим что получится и будем пробовать пока осетинский пирог у нас запекается я предлагаю начать пробовать соус черт возьми давайте его вскроем здесь очень интересная упаковка сделано вскрытие а вот сложно да пахнет ровно то же самое что мы готовили кстати оставлю ссылочку вот здесь с видосом посмотрите очень вкусно у нас получился соус то есть да пахнет реально также только вот манго я не чувствую ну да ладно давайте нальем сейчас я подойду покажу вам были на ребята нас новая камера это так здорово мне так нравится картинка надеюсь вы тоже ее оценили сейчас я подойду благо теперь есть возможность к вам подойти на стол место побольше ну что могу сказать он в меру густой это видно в нем есть кусочки чили по-моему даже манго есть какие-то такие волокна ну ладно давайте попробуем что это такое мне кажется что это должно быть остро да по вкусу почти по фактически то что мы делали нет они очень еще приятный сладкий привкус достойно но очень остро остро но очень вкусно да немного острый соус конечно могу сказать точно да нет ребят если честно он очень острый давайте немножко расскажу по поводу вкуса манга чувствуется манга есть но единственно что не очень большие куски чили чувствуется очень хорошо по остроте вот здесь нет вот этой градации в мире хотя мне вот часа в соса очень нравится когда вот эти перченики ты сразу понимаешь то есть насколько он острый я бы сказал что это вот из пяти это пять перченок но так как я люблю острое мне очень понравилось у него такой восточный привкус у наташка попробовала говорит что очень остро но она к острому относится вот так вот хотя вот до того как я начал готовить вообще она вообще не понимала как можно есть о сам ты кинзу не ела а теперь ест вот что по оценкам я поставлю я поставлю восьмерку я не буду ставить девятку потому что мне бы хотелось чуть чуть поменьше остроты но это уже предпочтение каждого идеальный вкус он натуральный никакого уксуса нету то есть есть небольшая кислинка но она в меру то есть она не чувствуется в основном чувствуется вкус чили вкус манго есть сладкий очень интересная вкус играет то есть вы знаете это как вначале он сладкий а потом такой плавно плавно переходит в острое ну вот достойно внимания скажу точно те кто любит острое обязательно попробуйте и так я забыл упомянуть о том что здесь у нас 190 миллилитров но этих 190 миллилитров хватит надолго потому что его нужно минимальное количество мне кстати по мне кажется что больше всего это подошло бы к свинине курицы наверно не очень с пирогом я думаю что это бред но мы попробуем по денежки по денежки получилось так соус blue dragon 139 рублей но 139 рублей я не считаю что это дорого для хорошего соус для натурального что самое главное потому что здесь натуральный зашкаливает и мне это нравится ладно ждем когда будет готов пирог осетинский пирог готов давайте взвесим что у нас получается 452 ну не так уже плохо но есть сразу же минусы сейчас расскажу какие это мне пока кажется просто вот корка чтобы вы понимали еще даже ножик возьму вот они ну может быть мне кажется надо его нарезать но она суховато видите мне бы хотелось помягче ну что давайте разрежем у нас получено я решил сделать ножом для пиццы потому что я думаю это будет удобно вот корки вы сами понимаете да что они вот центр вообще к центру вообще вопросов нету а вот что касается что касается ой сыра кстати много я единственно не очень доволен что они написали какой сыр используется сыр там есть это чувствуется я думаю что можно попробовать единственно непонятно какой конечно используется сыр хотелось бы чтобы производитель писал об этом ну что же давайте посмотрим что получилось это вкусно это достойно для того чтобы это попробовать но есть один небольшой минус как мне кажется а может быть даже и большой но он не очень чувствуется это корки корки жесткие не прям такие жесткие как вот например на пицце были на пицце вот когда мы готовили от доктора от кера было были более жестче здесь видимо связано с тем что маслом было это все обмазано поэтому более-менее нормально но я за это снимаю балл объективно я не ставлю десятку потому что жду что-то такое вообще сверхъестественное поэтому поставлю хорошую восьмерку попробовать стоит сыром точно потому что там еще продалось с фаршем с мясом сложно об этом судить и говорить что да ребята покупайте с мясом я например не знаю какое там мясо используется вы если что в комментариях напишите мы попробуем и с мясом по цене получилось 209 рублей мне кажется что это недорого для такого сытного блюда мне очень нравится что чувствуется сыр скорее всего сулугуни какой-то соленый в общем я очень надеюсь что это не сырный продукт но производитель если вдруг меня какого-то образа слышит сейчас или видит ребят пишите какой сыр использовать то что написано какой-то какой же там написано-то соль рассольный да но их куча разных видов поэтому лучше всего конечно было бы понимать какой сыр вы туда положили по поводу острого чили с манго я вначале сказал что вряд ли подойдет вы знаете а мы с наташей попробовали и нам понравилось не так чувствуется острота вот все это очень гармонично заходит то есть нет нет вполне себе соус подходит даже к осетинскому пирогу хотя скажу что сказать родилась такая мысль я надеюсь что все кто смотрит разогрела съела рубрику также и смотрят рецепты я очень надеюсь потому что все таки разогрела сил это побочная рубрика может быть нам надо приготовить свой сетинский пирог с сыром с вечинкой там с рубленым фаршем с баранинкой в общем лайкушки лайкушки бесит меня лайки репосты мужские ну и в комментариях черканите пару строк типа лёха давай покажи нам как его делать просто делать его не сложно делайте выводы господа ну а с вами был как всегда алексей грильков подписывайтесь на наш канал на ю тубе подписываемся на лайв канал ссылочка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока кстати вы писали о том что я очень слишком много улыбаюсь а вот на зло буду улыбаться потому что я позитивный человек и пытаюсь до вас донести эту позитивность поэтому не надо писать вот такие гадости в комментариях я улыбаюсь потому что меня радует для вас что-то снимать все отбомбил пока